Ангела Меркель в последний раз приехала в Москву в качестве канцлера Германии, провела переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Среди основных тем визита – ситуация в Афганистане и Донбассе, Северный поток-2 и приговор Алексею Навальному. Меркель назвала ситуацию вокруг него угнетающей и вновь призвала к освобождению оппозиционного политика. «Мы, конечно, говорили и о тяжелой ситуации вокруг Алексея Навального. Мы исходим из того, что решение суда о его заключении в исправительной колонии было принято на основании приговора, который Европейский суд по правам человека назвал произвольным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо, и я вновь призвала российского президента освободить Алексея Навального, а также дала ясно понять, что мы будем внимательно следить за этим делом». В ответ на вопрос немецкого журналиста о призыве оппозиционера вводить санкции против предпринимателей из окружения Путина российский президент отметил, что Навальный осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, а бороться с коррупцией должны компетентные люди. «Борьба с коррупцией – очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы сделаем всё для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в 20 веке. Мы революции больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет». Визит Мергель совпал с годовщиной отравления Алексея Навального. Политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Впоследствии его направили на лечение в Берлин. В январе по возвращении в Россию Навальный был задержан, а затем приговорён к тюремному заключению в рамках дела Ифрашея.